Микс Ньюс Доброе утро всем, уважаемые радиослушатели, в студии Наталья Михайлова. Программа «Личное утро» начинается. И сегодня у меня в гостях глава службы неотложной помощи Латвии Лына Цыпула. Здравствуйте. Здравствуйте. Доброе утро. 14 марта во Дворце культуры Земель Блазма состоялась торжественная церемония награждения вручения премии года в медицине за прошлый год. И вот наша сегодняшняя гостья тоже достойна человеком года в медицине стала, Лына Цыпула. Человек года в медицине. Я даже не могу себе представить, как это человек года в медицине. Это же очень ответственно, на самом деле, наверное, да? Что вы почувствовали, когда вас выдвинули? Вы вообще знали, что вас выдвигают? Нет. В этой номинации, по-моему, это секретное такое мероприятие. Я узнала за несколько недель, потому что они подготавливали видеоролик, но это было для меня неожиданностью. Но могу сказать, что я ни один момент не думала, что мне как раз посвящается эта награда, потому что я действительно за то, что мне сказали, что это за те вещи, которые мы делали в конце года вместе на нашей службе. Я считаю, что это вся служба заслужила это. И я только как, ну, как говорится, ведущий человек, потому что это действительно за то, что мы сделали вместе. Это было очень трудно, и это еще и сейчас трудно, и не перестает быть эти проблемы, не перестает каждый день. Большие вызовы нам поставят и на моем посту, и те люди, которые едут на бригадах, и все остальные. Мы все еще продолжаем бороться за то, чтобы мы могли свою функцию. Ну, получается, вас выдвинули ваши коллеги? Нет. Насколько я знаю, что это Аштабиедрейба. Общество врачей, да? Там есть какая-то комиссия. В общем, у врачей, получается. Да-да-да, это из врачей. Да, врачи выдвинули врача, то есть оценили заслуги. И вот ваши коллеги по неотложной помощи, как они восприняли вашу номинацию? Как действительно заслуженную или все-таки так? Как вы почувствовали? Я почувствовала очень большую, ну, отбался на поддержку от своих коллег. Но я с самой первой минуты все время всем говорила, что это наша общая заслуга. И так считаю и на данный момент. Я думаю, что... Ну, я не знаю, по каким меркам они как раз меня хотели на человека года, но я думаю, что это было происшествие года, что мы, ну, медики вообще восстали и говорили о тех проблемах, которые... Потому что это было действительно очень трудно, и медики привыкли как будто делать свою работу, и мы знаем, что мы не можем идти на забастовки, и что мы не можем перестать делать свою работу. И это была такая, ну, можно сказать, форма... Протеста. Протеста, потому что она началась от одного моего решения, может быть, которое было организаторски, очень важно. Это про комплекацию бригад, вы имеете в виду? Да, да, да. Но это переросло в такой своеобразный протест против... Это переросло в протест... Протест против системы, да? Восстание такое небольшое, и я думаю, что это действительно поэтому можно считать, посчитать таким происшествием года, может быть, больше даже, чем, может быть, моя индивидуальная заслуга за что-то. Да, скажите, а вот это восстание или протест, оно каким-то образом повлияло, или оно просто громко прозвучало, действительно, что медики работают в чрезвычайном режиме и так далее? А вот как это повлияло, как это развилось, ситуацию в какую вылилось? Я могу сказать, ну, во-первых, конечно, поступили эти деньги в бюджет медиков для зарплаты медиков не только на нашей службе, но и в остальных. То есть вы добились этого? Я думаю, что это повлияло, конечно, потому что это не было целью сначала, это цель, ну, мое решение было сдержать очень большие проблемы, которые действительно эскалировались на службе, но потом это переросло, и я думаю, что на данный момент намного больше мы говорим о тех проблемах, которые есть. Потому что до этого я один момент считала прошлым годом, когда я ходила, ну, тоже ездила на телевидение, вызывали меня, и интервью брали, и мне казалось, что я одна говорю о тех проблемах, что, ну, что-то не так. Сейчас я уже чувствую, что и больницы, и вот сейчас идет этот медсестры, что нас не хватает, намного, ну, дросмейгак. Да, более смелые. Более смелые стали люди говорить о том, насколько большие эти проблемы, потому что, конечно, для государства это такой сенситивный вопрос, если ты будешь говорить, что что-то не хватает в медицине, что-то мы не можем. Это одно, когда ты чувствуешь очередь, ну, что большие просто, да, и не попадаешь к врачу, а второе, когда ты понимаешь, что действительно, ну, проблемы настолько большие, что ты уже теряешь свою стабильность, и, ну, что ты не можешь положиться на государство. И поэтому очень часто выбирается, ну, такая политика, что, может быть, немножко не будем все рассказывать. А на данный момент, я считаю, это очень большой эффект, который от этого вышел, потому что мы очень говорим уже, как говорится, более смело. Скажите, вам вот раньше приходилось принимать такие ответственные решения? Это все-таки, ну, вот на человеческом уровне, может быть, даже, потому что, ну, все-таки у нас личное утро сегодня, и как, ну, допустим, сотрудник, как руководитель крупного такого, крупного такого учреждения, может быть, как правильно назвать, структуры, наверное, неотложной помощи, Очень понятно, что там действительно нужно принимать мгновенные решения, очень серьезные. Вот вам, как человеку, было сложно принимать решения, не как руководителю, как вот женщине, как человеку? Нет, это решение, я немножко по-другому хочу сказать. Это было очень трудное решение, но принять его не было сложно, потому что было сложно не принять это решение. Я понимала, что то, что может произойти, и как это может отражаться на общую систему, что это настолько серьезно, и, в принципе, что это надо решать, и трудно было, да. Но это было не так, что сложно принять это решение. Мне было бы намного сложнее остаться в той ситуации, в которой я тогда находилась, принимая это решение, если я бы его не приняла. И поэтому я думаю, что я не вижу такой большой, как говорится, заслуги в том, что я приняла это решение. Я думаю, что такое решение приняли бы очень многие, которые бы осознавали до конца сложность ситуации. Я могу сказать, что, может быть, не каждый видит всегда всю проблему в глуби, и, может быть, что даже предыдущие, может быть, руководители или другие в больницах, они, может быть, не всегда осознают, насколько глубоко это может отразиться потом на всю систему. На данный момент, да, я считаю, что это было очень трудно, но не сложно. У нас в гостях, напомню, глава службы неотложной помощи Лена Цыпулы. Вот вы стали возглавлять эту службу, возглавили эту службу 8 января 2018 года, придя туда после Сармита Виллера, которая тоже много лет возглавляла. Было ли сложно наладить вам контакт с коллективом? Все-таки, когда уходит один руководитель, такой вот тоже очень известный, уважаемый, авторитетный человек, приходит другой, может быть, часть коллектива недовольна, допустим, каким-то образом высказывается недовольство или уходит. Может быть, ну, вот с чем вы столкнулись? – Я с большим уважением относилась к тому, как люди восприняли то, как я пришла, потому что, действительно, я совершенно новый человек, и доверие нужно заслужить. И не всегда с первой минуты, с первого месяца и даже с первого года это может произойти. Еще, ну, как говорится, если я начала говорить немножко другие вещи, и не настолько приятно, и, может быть, нас, как предыдущий директор, который, может быть, старалась, ну, оберечь своих сотрудников от проблем, я выбрала немножко другую тактику. Я начала говорить очень непопулярные вещи и принимать решения, которые, может быть, сейчас, после этого года уже я чувствую, что меня намного больше понимают мои сотрудники. Но это не было легко для них, нелегко было оставаться в том, где они работали, в той ситуации, и нелегко идти на перемены. И я должна уважать то, что люди действительно могли реагировать очень болезненно и по-разному. И я могу сказать, ну, 3200 человек, это было бы что-то невозможное, если все сказали, а, как хорошо, что пришла новая директор, да. Это я не ждала ни один момент и действительно старалась понимать. И, с одной стороны, можно сказать, что это, как говорится, оппозиция и то, что люди говорили, это меня много показывало на всякие риски, настораживало на те вещи, которые я должна была бы увидеть, потому что я очень должна быстро была учиться, учиться, какие у них процессы, как это все устроено, как это работает. А вы не столкнулись с таким отношением, что это, что она понимает вообще в нашей работе? Конечно. Было такое? Да, конечно. У нас в Латвии очень часто бывает, что, кажется, человек, который работает врачом, если он хороший врач, тогда он очень хороший руководитель отделения, если хороший врач, то он может даже быть директором больницы. Я думаю, что сначала меня, конечно, с большим таким недоверием смотрели, потому что я прихожу совершенно с другой отрасли. Это рекабилитация. Но то, что я училась на, ну, с обедра и без воды, и это совершенно другие вещи, руководство, да, это, может быть, сначала даже не замечали, потому что старались смотреть на мою профессию, с которой я начала работать. Но я уже 20 лет руковожу всякими… Ну да, вы управленец, в общем-то, да. Да, и немножко сейчас перешла это… Ну вот вы считаете, управленец, он может в любой сфере, вот вы, допустим, могли бы, например, из медицины, ну, я не знаю, перейти в банковскую сферу и там управлять, или там, не знаю, в СМИ, например, да? Я намекаю на недавний скандал вокруг назначения главы ЛТВ. Я думаю, что нет, что так вообще прийти никуда – это невозможно, потому что мне в отрасли очень было то, что у меня уже были контакты, у меня уже были люди, с которыми я могла контактироваться и консультироваться по всяким вещам. Я не одна в этом деле. Я, конечно, была в неотложной помощи, в какой-то мере с никуда пришла, но можно сказать, что это тоже была сфера. В свое время я работала 5 лет в приемном покое больницы, и это очень, ну, как говорится, там, неотложная помощь и приемный покой – это они друг друга очень хорошо знают. Нет, я работала в травмах. Вторая больница, да, городская. В тот момент, когда я там работала, она была активная, очень больница, принимались пациенты порядка до 30-50. Ну, получается, что вы, в общем-то, неотложной помощи поработали? Это же неотложная помощь еще какая? Ну, конечно. Я поэтому думаю, что я не знала, ну, такие специфические вещи о неотложной помощи, но в отрасли я ориентировалась достаточно хорошо. Ну, вы сказали, реабилитация, да, эта отрасль не связана. Мне кажется, она как раз очень связана с неотложной медициной. Очень часто люди после попадания в больницу, там, после каких-то аварий или еще каких-то случаев несчастных, да, они потом идут на реабилитацию как раз. Да, и это было то, с чего я начала, потому что я действительно хотела быть очень близко с медициной. Я работала с 15 лет по больницам, и я работала как раз в реанимационной отделении. Сразу, с 15 лет? Да, в 15 лет я работала, один месяц проработала на урологии, и потом перешла на реанимацию, ну, конечно, с санитаркой в тот момент, но, конечно, это очень большое уже было... Но было ясно, что я пойду в медицину, и я вообще... Откуда такое желание у вас было? Не знаю, это, наверное, что-то... У меня нет в семье врачей... Не из династии, да? Не из династии, ну, я даже не знаю. Сначала я знаю, что я хотела быть ветеранаром, но я понимала эту профессию, что это собачки-кушечки. Когда я поняла, что там и коровы, и лошадки, то я поняла, что я режанка, но это, наверное, невозможно будет для меня, и перерантировалась как-то на медицину людей. Но то, что я хотела работать в такой сфере, это было ясно уже с детских лет, сколько я себя помню. Я не знаю другую профессию, ни одну, которую я бы вообще рассматривала на свою жизнь. Но то, почему я попала потом как руководитель, я могу точно сказать, что я очень любила свою работу с пациентами, Но я совершенно не понимала систему, в которой я работала, и были очень такие в жизни случаи, случались, когда я думала, как это вообще возможно, что не работает система на пациента. И так понемножку-понемножку начала идти против системы, обустраивать свое деление, как-то свои мечты воплощать в каких-то небольших структурах. И потом понемножку-понемножку и оказалась сейчас на настолько важной работе, как сейчас. Скажите, вы живете в Икшкеле, и получается, вы каждый день ездите на Дунтес туда, да? Вы на Дунтес? Да. Это два совершенно противоположных конца, получается. Сколько вы добираетесь до работы, и на чем? Я намекаю на то, что, может быть, вы на скорой помощи, с сиреной. Я на машине, это служебная машина, потому что она, чтобы я могла перемещаться, потому что я могу... Одно утро у меня начинается в Даугалпилсе, одно утро в Лейпо, и одно в Риге, потому что я разъезжаю по всей Латвии. Но вы сами за рулем, да? Я сама еду за рулем, потому что я и работаю в машине, и у меня хэнфри. Потому что я сейчас очень испугалась, что, может быть, сейчас будут все машины отключать от мобильников, потому что я действительно... Утро начинается уже с конференции, которую я слушаю за рулем, потому что не всегда я успеваю доехать до Дунтес, потому что действительно полтора часа получается, если я выезжаю из дома. До Риге очень быстро, но по Риге это действительно... И да, я очень много говорю по телефону, но хэнфри всегда, и поэтому я говорю, что надо смотреть на то, как мы располагаем за рулем своей техникой, которая... То есть не писать ничего, и так нельзя. Об этом я еще спрошу, но вот полтора часа, во сколько вы выезжаете? Я где-то полвосьмого, потому что у меня дети... Выезжай. Да, у меня дети, да, это поздно, потому что я... зато я работаю до семи, до восьми вечера, потому что утром я должна отвезти в школу, и потом я еду в Ригу на работу. И действительно мой день очень длинный, я опять могу быть дома где-то восемь, полдевятого, и ну да, так заканчивается поздно мой день. Скажите, вот вы сказали, чуть-чуть поговорим об этом, вот сказали, что хэнсфри, вы проводите конференции в машине, но тем не менее, все равно же это отвлекает от дороги. Любой разговор, ну любой разговор, так или иначе, вы должны это тоже, в общем, знать, как медик. Да, конечно, я не говорю, что это очень правильно, но когда ты сидишь в пробках, я не говорю много, я больше там слушаю, потому что это информация, которая поступает со всех регионов, да, я должна ее прослушать. И это как слушать с радио, да, это не так, что я там отвлекаюсь и какие-то решаю большие проблемы, я очень много работаю. Как раз если я решаю проблемы, тогда это только тет-а-тет, то есть я должна видеть человека, я должна записывать что-то. Но утренние конференции, они очень важны, потому что я там прослушиваю все, что происходило за день предыдущий, да, то есть поднимали, мы не поднимали там вертолет, там перевели какого-то пациента, сколько было аварий, сколько было подстрадавших, да, и я должна это прослушать. Это очень такая информация, которую я всегда слушаю утром, когда я еду на работу. То есть я приезжаю на работу, уже знаю, что происходило и могу быстро внедриться опять в день, чтобы реагировать дальше. То есть вы начинаете работать уже, можно сказать, с половины восьмого, да. Ну, это нормально, да. Но в принципе вас такая информация не перегружает, вот вы каждое утро начинаете с того, что вам докладывают, сколько аварий, сколько погибших, сколько пострадавших, самолет, вертолет, там, не знаю, вот это все. Сначала было действительно трудно, но за год я уже сейчас привыкла к этой информации. Сначала было очень трудно, потому что действительно, когда ты каждое утро слышишь, сколько было суицидов, опять там один до трех, это каждый второй день, когда люди стараются, поэтому я говорю, что министр здравоохранения, психологическое, это здоровье, сейчас воздвигает впереди. Я говорю, что да, это действительно большая проблема. Вторая большая группа, которая меня всегда настораживает, это те, которые употребляют алкоголь и что происходит с ними во всяких, во всех отношениях. Одному там плохо с сердцем, одному травмы, криминальные все травмы. Ну и, конечно, что меня тоже настораживает, это травмы детей, которые, ну, каждый день кто-то облился чаем или что-то такое. И мне сначала это было очень трудно, я сначала не могла эту информацию переваривать. Сейчас я могу сказать, да, я уже ее воспринимаю как свою посредневную информацию, но это мне помогает намного больше понимать своих сотрудников, которые это не только слышат, они это видят, и они в этом участвуют. И это намного мне помогает как-то сблизиться и понимать их работу. А вы это не видите сами? Ну, на данный момент нет, но я... Не выезжаете вы иногда с сотрудниками? Я выезжала, я выезжала с бригадами, с линейной бригадой, потом это была наша специальная бригада врачей, с которой я тоже попала на большое прошествие с шестью пострадавшими. Я выезжала с бригадой, которая едет без водителя, автоводителя, где медики сами за рулем. То есть я хотела, конечно, и я вылетала на вертолете, потому что я считаю, что я должна видеть и понимать, чувствовать, как это происходит в жизни, и видеть этот процесс. И тогда я намного больше понимаю, когда я сижу на соседании, что и как происходит на самом деле. Но это большое время, потому что это целый день, когда я должна там проводить. Если я уезжаю на вызов, это, может быть, уже не возвратится. Действительно, в Реге это так. И поэтому я это нечасто делаю, но опять планирую сейчас уже весной опять отправиться с какой-то бригадой на выезды. Леяна Цыпала, глава службы неотложной помощи у нас в студии. Сейчас небольшой перерыв. Личное утро ведет Наталья Михайлова. Вернемся через несколько минут. В личном утре сегодня Леяна Цыпала, глава службы неотложной медицинской помощи. Очень сложные структуры. Одну из таких самых, наверное, необходимых в обществе и уважаемых в обществе. Потому что никто из нас не застрахован от каких-то таких случаев, когда нам потребуется скорая. Если есть вопросы, Клэна, пожалуйста, вы можете звонить. Задавайте по телефону 672-12-939 и 672-13-939. Также можно писать 230-6191. Это номер WhatsApp. Немножко вернемся в начало вашего пути медицинского. Вы сказали, что в 15 лет вы пошли работать санитаркой в больницу. И 5 лет там, я так понимаю, 5 лет работали даже, да? Нет, вместе. В этой больнице. Тогда поступило 18. Вы поступили, да, и уже продолжали работать. Все время я работала. Как же вы справлялись? Там же первые курсы два. Они же совершенно сумасшедшие по нагрузке у студентов. Еще работали. Во-первых, у меня первый курс получился достаточно не так сложно. Потому что у меня был друг в то время, который уже на втором курсе учился. А первый курс я с ним вместе уже многие вещи смотрела. Мне было очень интересно и помогало ему рисовать гистологию какую-то. И поэтому мне первый курс был немножко легче, я думаю, как остальным. Я училась хорошо. И я была на другом немножко факультете. Я поступила на реабилитацию. В тот момент это был совершенно новый факультет. Сначала думала, действительно, думала, медицинский или этот. Но что-то мне хотелось что-то новое попробовать. И действительно, я шла, ну, как говорится, в никуда. Потому что никто не знал на тот момент, что это на самом деле. Это какой год был? Я поступила, ой, 94-й. 94-й. Да, да. Ну да, все менялось, система менялась. И, конечно, новое появилось. Это было совершенно, было только второе поступление. Первое, наверное, там вообще 8 человек было, какой-то эксперимент. Первый курс, который передо мной. Но мы уже были достаточно большой группой реабилитации. И сначала это было, ну, психологически довольно-таки трудно. Потому что не всех сразу и врачи понимали, кто такие реабилитологи, что мы делаем вообще, физиотерапевты, эрготерапевты. И начало было очень трудным. И одно время я даже думала, почему я туда пошла. Потому что это было что-то, ну, как говорится, новое. И не все воспринимали эту профессию. А были лекторы из-за границы, приглашали? Вот, потому что это же, ну, если наши здесь, допустим, для нас это новое, то надо было тогда приглашать какие-то... Да, у нас достаточно было много лекторов, которые там Даня была, и Норвегия, и Германия. Там-то все это уже развивалось активно. Да, да, да. И это было очень интересное время, я думаю, для всех. И мы те, которые первые закончили, одни из тех, которым еще программа даже не была настолько, ну, как говорите, подготовленным. Очень много было так, что мы делали то же самое, что медицинские факультеты, только немножко покороче были вот эти все вещи. Все равно надо было все учиться. Но, да, потом, когда я нашла себя в этой профессии, потому что я попала в Айворы работать, это действительно было очень интересно. Мы работали с очень тяжелыми пациентами, и я увидела, как действительно человека привезут, и он может только лежать, и как он уходит на своих ногах. Это было очень-очень интересно. И я работала по всей профессии и в Айворе, потом в инсультной, инсультной, ибо это в Галязерсе было. Это очень интересная работа. Да, это, конечно, вдохновляет, когда вот получается так, что ты видишь результат своего труда сразу за несколько месяцев, или сколько там, да, получается. Это действительно то, в чем я нашла в этой профессии то, что я хотела, потому что я сначала тоже хотела работать, поскольку я была в реанимации работала, я думала, вот, я хочу там человека обратно в жизнь, да, как-то возвращать. Но я это чувство нашла в реабилитации, и оно очень, ну, знаете, когда твой пациент, например, получает олимпийскую медаль, это очень приятно, когда ты делала какие-то вещи после аварий. Вы про паралимпийцев сейчас говорите, да? Они у нас тоже были и рассказывали, что в Айворе лежали. Я просто говорю, что бывали такие ситуации в жизни, что ты понимаешь, что это, ну, что-то вау, да, что ты работала с человеком, когда он совсем ничего не мог, и, а, случилось. Но, да, система реабилитации тоже, она очень неразвитая в Латвии, я считаю. До сих пор. До сих пор. И то, что я могу сказать, я старалась, и это работает, это мой сегутский, сегутское отделение реабилитации, которое работает, совершенно тоже новый подход. Мы там начали работать как будто апропис лейменис, которые не подходили для вайворы, потому что вайворы действительно работают с пациентами, где потенциал очень высокий. Начали брать в сегуту тех пациентов, которым были близкие, которые могли заплатить за реабилитацию. И теперь это одно из отделений, которое работает в острой реабилитации и с хорошими результатами. Я очень горжусь этим. Да, приятно. Ну, вот потом как-то пошла жизнь уже, немножко завернула меня в министерство. В чиновники, да, пожалуйста, надевайте наушники, и у нас есть звонки. Леона Цыпула, глава неотложенной медицинской помощи, в программе «Личное утро». Пожалуйста, слушаем вас. Здравствуйте. Добрый, у меня такой вопрос. А вы верите, что вот когда-нибудь будет выделять денег на медицину столько, сколько потребностей, чтобы не было ни в чем ограничения? Вопрос у меня такой. Отцу было плохо, пока для головной боли. Вызвал скорую помощь. Вот они приехали, померили давление, взяли крупный сахар. Это у вас все нормально. Понимаете, обезболивающие таблетки. А почему у человека головы боли? Почему у человека от боли поплачет? Это вот вопрос, я стал открытым. Так вот, как считать, это нормальная медицинская помощь, когда приехали где-то в диапинуте от футболи и поехали обратно. Спасибо, да. Поняли вопрос ваш. Поняли вопрос? Конечно, да. Это действительно всегда будет очень сложно на каждый индивидуальный случай сказать, что было правильно, что неправильно, потому что бывают и ошибки. Но по большей степени надо очень хорошо разделять вещи, которые касаются неотложной ситуации, и это неотложная помощь, и которые касаются медицинской помощи. И мы сейчас тоже очень много говорим о том, что если бы были нормальные альтернативы, куда бы направить человека, что ты проконсультировал, например, ты оставляешь его дома, не надо ему ехать в больницу, но его проблема медицинская не решена. И, конечно, надо его куда-то направить, что-то рассказать, как ему сейчас что делать, и не всегда система может его принять. То есть, и, конечно, это чувство, что ты остаешься со своей проблемой, и тебе некуда обратиться, это очень сложное чувство. Это беспомощность. Беспомощность, конечно. И мы, которые, вот неотложная помощь, мы на первой линии, мы должны как будто отвечать иногда за всё, да, за то, что там голова болела, за то, что к семейному не попало, за то, что времени не было, лекарства купить. Ну, много всяких вещей, но очень важно понять одно. Неотложная помощь – это ресурс, который держится для тех ситуаций, в которые никто другой никогда не приедет и нет альтернатив неотложной помощи. И если мы будем стараться свои ресурсы распределять на другие вещи, только по чисто человеческим и, как говорится, этическим нашим подражениям, то это будет означать, что мы подставляем под угрозу то, что мы не успеем куда-то, где мы должны были приехать. И это очень трудно объяснять людям, которые привыкли немножко вот в этой режиме скорой помощи жить, которое было в советское время. И есть эта парадигма, она меняется, но я считаю своим долгом всегда говорить об этом и объяснять, что это не потому, что мы просто не хотели или у нас не было времени, но мы немножко для другого предназначены. И это самая наша главная миссия. Но я не могу никогда сказать на индивидуальный вопрос, что и как, потому что действительно то, на чем еще надо работать, это наши квалитаты, как мы работаем качественно. И бывают, конечно, ситуации, где, может быть, надо было поступить немножко по-другому или больше что-то объяснить, или действительно все-таки повезти в больницу. И с этим очень много работаем. У нас система пациент-дроши, система развита, сейчас развиваем, чтобы мы действительно, ну, как говорится, работали на человека. Да, хочу вас спросить, вот тоже на вашем месте две недели назад сидел доктор Алексей Вишняков, известный вам, он возглавляет, это для слушателей, он возглавляет приемный покой Гайлизерса и тоже неотложную помощь. И он как раз говорил о бич, ну, буквально, боль, беда современного, вот сегодняшнего дня, это одинокие пожилые брошенные люди, которые, ну, уже попадают в состояние немощности, да, и их даже близкие, может, они не одинокие так вот сами по себе, но их близкие где-то, да, находятся. И вот человек упал, человек потерял сознание, может быть, и вот лежит, и это действительно такая проблема? Вот вы тоже с этим сталкиваетесь? Конечно, 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 это проблема очень и очень серьезная, потому что действительно не существуют альтернативы, как поступить, если, например, наша бригада приезжает на квартиру, они видят, что человек одинокий, что у него, ну, не очень большие, но проблемы со здоровьем, которые надо решать, социальные проблемы. Может быть, он действительно, там, гипотермия у него, потому что он не может уже печку натопить или что-то, и в такие моменты действительно принимается очень часто решение, ну, куда везти, ну, везти в больницу, потому что нет системы, ты можешь там вызвать какой-то социальный, специальный работник, который приедет, и которому ты оставляешь все это, и говоришь, так, ему надо сейчас к доктору, ему надо купить лекарство, да, и вот все, и уезжаешь. И действительно, в приемных покоях очень часто мы сталкиваемся с тем, что нам как будто аппармат упрекают в том, что мы привезли человека, которого очень много хронических вещей, но они должны решаться, ну, в таком порядке, семейный врач, амбулаторная какая-то, или лекарство надо купить просто, что тоже очень часто, что человек просто не купил лекарство, или забыл, как их надо выпить, или еще какие-то вещи, и, конечно, потом они туда, когда уже приехали в больницу, теперь надо решать, как его везти обратно, но это тоже всегда очень... Ну, куда, во-первых, если нельзя найти родственников, которые действительно не всегда находятся даже в Латвии, то это проблема государственного уровня, и большие больницы, они тоже сталкиваются с тем, что это занимает и время врачей, и вот эту койку, и все остальное. Как вы видите решение этой проблемы, вот если, допустим, начать ее решать? Я думаю, что здесь очень важно понять, что есть уровни, и что относится на государство, вот это чисто здравоохранение, и вот это социальное все, это надо стараться самоуправлениями решать и искать, ну, это не всегда пансионаты, это система любая, которая может дать гарантию, что этот человек получит то, что ему надо, и здравоохранение, и социальные услуги, и все остальное. То есть он может жить и дома? Он может жить дома, но... Ему нужен все время помощник какой-то? Ну, все время, может быть, нет, но раз в день к нему кто-то приходит или проверяет, есть у него ли печка затопленная или что, или лекарство. Я знаю, что есть самоуправления, в которых это немножко уже решилось, но по всей Латвии это большая проблема, и особенно, мне кажется, в Риге это... Потому что там, где мало, меньше, но Рига большая, и очень много, может быть, потребностей, и действительно это требует большие деньги, и очень сложно, и логистика, и все остальное. Но со стороны государства, конечно, это очень надо, чтобы Садар-Буайас, министерство, не только здравоохранение, но и Лапкла-Ибас, и самоуправление тоже очень важно, чтобы они все три-трое могли эту вещь решить. Нужная помощь тогда всегда опять, первая линия, которая... и приемные покои, и те, которые с этим сталкиваются каждый день. Получается, на вас и все шишки падают, и, ну, так сказать, если вы... Ну, конечно, потому что, ну, больница не рада, что мы привозим, а мы оставить дома не можем, потому что мы видим, что обстоятельства действительно так и есть, что человеку нужна помощь. Ну, не отложная, но нужна помощь. Ну, присмотр постоянный, да. Пишут нам слушатели в WhatsApp, странно, но мой опыт и опыт родственников, говорит о том, что врачи скоро и значительно более опытны в диагностике, нежели семейные врачи. Так ли это и почему? Меня очень радует, что такое мнение, конечно. У нас очень хорошие врачи работают, очень высокого класса, действительно, но их стало довольно-таки мало. И вторая категория, которой работают, это помощники врачей. У нас очень хорошие помощники врачей, которые работают уже много лет. Но в последнее время у нас очень много молодых приходит, и мы должны их обучать, они должны сами почувствовать свою стабильность в профессии. И поэтому, ну, сейчас мы сделали программу Mentory, который приходит, когда приходит новый работник, да, мы его встречаем и обучаем, потому что это действительно внеотложной помощи. И даже если ты проехал год, может быть такая ситуация, что ты не увидел какую-то ситуацию, которую ты увидел через полтора года. И с одной стороны, ты очень уже как будто и сертификат есть, и видел много, но ситуации все время меняются. И поэтому это очень высокую квалификацию надо иметь. И очень важно, что мы обучаем, мы перепроверяем каждый год всех своих сотрудников. Они должны сдавать экзамен специальный. Ну, и радует, что общество оценивает это, что мы делаем качественно свою работу. Еще один звонок примем. Пожалуйста, надевайте наушники. Лена Цыпала, глава службы неотложной медицинской помощи в программе «Личное утро». Пожалуйста, слушаем. Алло. Да, слушаем вас. Я хочу объявить благодарность скорой, которая у меня была 23 февраля этого года. Потому что у меня случился дома инфаркт, но у меня не осталось документов никаких. Я все хотела позвонить, поблагодарить эту бригаду, которые буквально меня спасли. У меня было давление необычное. 273 на 130. Боже. Я живу в Риге на улице 79. Если возможно, вы сможете поблагодарить этих врачей, которые буквально вернули меня к жизни. Ну, вы знаете, так приятно слышать вот такие слова, правда. Дай Бог вам здоровья и спасибо, что вы звоните. И вот я думаю, что глава службы неотложной помощи и врачей сейчас, может быть, кто-то слушает. Я думаю, это, конечно, их работа, но им всегда приятно. Доброе слово. Безусловно. И мы очень много получаем благодарности. Это каждый раз очень и меня мотивирует работать дальше. И для бригад это очень важно. Мы все эти благодарности, которые мы получаем, стараемся найти бригаду, которая по телефону нам звонит каждый день. Мы стараемся, чтобы эта бригада лично получила вот эту свою благодарность. Это действительно приятно всегда. Лена, скажите, часто ли вы сталкиваетесь с тем, что причиной аварии становится мобильный телефон? Мы уже немножко говорили. Я хочу сказать, что я уже высказалась в Твиттере, я думаю, что мы за рулем делаем слишком много всяких вещей. То есть, то, что мы в Макдрайвов заезжаем, берем горячее кофе, берем булочки, не знаю, там женщины красят губы. Я думаю, что это действительно отношение. И очень важно думать, если ты хочешь употреблять мобильный телефон за рулем, это нормально. И может быть, потому что, когда ты работаешь, например, не только я, я могу сказать, что многие, это какие-то, которые возят там вещи. Надо эту Хэнфри обязательно, чтобы могли поднять и слушать, и ты не оставляешься. Вы тоже сказали, да. Я имею в виду, что вы тот человек, ну, вы не лично, конечно, выезжаете, но вы глава неотложенной помощи. Вы каждый день выслушиваете сообщения о том, кто погиб, кто что. Вот участились ли случаи действительно аварий из-за мобильного телефона? Я хочу сказать, что участились, у нас очень много аварий. И у нас очень много тяжелых аварий. Вот это поэтому и идет дискуссия о том, как это поступается. Но я думаю, что это не только мобильный телефон. Ну, естественно. Что это действительно отношение с дрожей и безопасностью в общем. То есть люди, во-первых, мы очень агрессивно едем, во-вторых, очень быстро, там, где не надо ехать, быстро. Культура дороги тоже. И второе, что мы действительно употребляем всякие другие вещи, делаем за рулем. Я видела и что с компьютером работают, и там, не знаю, с детьми что-то там делают, и кофе горячее разливается. Аварий много, и мы должны как общество понять, от чего, что это каждый раз я отвечаю за то, что... Сами виноваты. Конечно, конечно. Но то, что очень плохо, что всегда в аварии один это виноватый, а второй, и третий, и четвертый, может быть, совершенно нормально ехали и не знают. Поэтому я думаю, что об этом надо говорить и, например, курить за рулем. Ну вот, ну нельзя курить за рулем, потому что у тебя может упасть куда-то эта сигарета, может куда-то... Об этом мы не говорим. Я поэтому не хочу, чтобы мы говорили только там, мобильный телефон, это самое большое, самое страшное, потому что аварии происходят не только из-за этого, но мы должны в общем говорить о том, что мы делаем за рулем. Да, и это действительно проблема, потому что там авиа очень много. Лена, скажите, у вас, вы сказали, что вы уезжаете пол-восьмого, завозите детей, значит, куда, кстати, в садик, в школу? В школу. У меня два школьника, один еще даже в садик не ходит, у него только два годика. Зимой у вас трое детей. Ну вот, и получается так, что вы вечером приезжаете, они спят уже или еще спевают с мамой по общаться? Нет, нет, еще я с ними учиться должна вечером. Они ждут, когда вы с ними уроки сядете? Да, потому что они днем ходят сами по тренировкам там, где у них там еще гитара или что-то, и вечером я, да, все должна проверить, как они выучились. То есть это бесконечный совершенно рабочий день. А им хватает мамы? Я думаю, что, ну, выходные я стараюсь быть дома. Конечно, бывают и выходных, что какие-то происшествия происходят, особенно когда была эта чрезвычайная ситуация, то я и в выходные работала. Но действительно, ну, наверное, не хватает столько, сколько они бы хотели меня, но вы каким-то образом стараетесь организовывать семейные какие-то выходы, не знаю, куда-то там прогулки? Или у всех разные интересы, и вы как-то так делитесь между, с маленьким и одной. Неделя, неделя проходит, конечно, очень быстро, но выходные мы всегда вместе, и стараемся куда-то поехать, посмотреть. У нас большой сад, там есть что делать. Дети любят в саду работать? Они любят находиться в саду. Я даже так думаю. Работать не любят. Но дети, конечно, я думаю, что малышу, может быть, намного так уже, потому что большим уже свои интересы, там друзья, и они там уже на велосипедах разъезжают, сейчас весна. А, ну, маленький, конечно, хотел бы, наверное, маму чаще. Спасибо вам большое. Глава службы неотложной медицинской помощи Леона Цыпала была сегодня в программе «Личное утро». Вела программу Наталья Михайловна. Спасибо всем. Хороших выходных. До свидания. До свидания. Утро на Болткове. Утро на Болткове.